АВАНТЮР Проекта «Большая сцена» уже пятого проекта Леонидом Черкашинидовым Леонид Федорович, здравствуйте Здравствуйте Вот скажите, пожалуйста, вы впервые главный режиссер А вот 4 года вы опасались, наблюдали? Как вы на это смотрели? Следили за проектом? Не так совершенно, то есть чуть-чуть не так В том году меня впервые пригласили И я после такого удивленного ошарашивания Или после ошарашивания размышлений В общем-то решил попробовать А что вас ошарашило? Ну вот собирается, когда я узнал кто Что это люди, вы правильно сказали Не имеющие никакого отношения к искусству Они, мало того, не поющие специально, не танцующие Знаете, школьник параллельно где-то в кружок А это нет, у них у всех уже свой бизнес Причем подчас очень успешный бизнес Это люди, не то что сложившиеся Они уже утверждают какие-то свои ценности в этом мире Причем утверждают своими делами Прозаичными, будничными И вдруг вот эти люди приходят, собираются вместе И зачем-то лезут на эту большую сцену Вам было непонятно Абсолютно Первая реакция, это знаете, в русском языке С жиру бесятся Я даже не скрываю Потому что я пришел и мне захотелось посмотреть на людей Которые бесятся с жиру Но, когда вот начинаешь общаться с этими людьми В том году В этом году Вот для меня очень важно Думает человек в этой жизни Или не думает Второе для меня очень всегда важно Я преподаю 40 лет Молодежи со студентами Насколько они заняты своей душой Не окружающим Соответствием тела Окружающему телу Так сказать, этого мира А вот насколько он занимается своей душой И когда я в том году познакомился с Мишей С Андрюшей Который в этом году снова в моей группе С другими То я был крайне просто ошарашен И не скрываю этого Оказывается, это люди Вот им уже, ну как Он организовал свое пространство Бизнес и так далее А душа еще чего-то просит Вот у Василия Макаровича Шукшина Часто в человеке душа стонет Вот И поэтому Они вот пришли сюда Не для того, чтобы Там Перед кем-то Пардон Выпендрецало Нет А им вот хочется Чтобы в их душе Какая-то новизна появилась Какой-то новый толчок Какая-то новая релаксация Какие-то еще вот процессы И чтобы они нашли Конкретную реализацию Вас это поразило? Это меня поразило Настолько, что когда Я в том году С удовольствием С ними И они вот За 40 лет там Больше даже Они готовы играть Я вот это очень в людях ценю Когда человек готов играть в этой жизни Только по большому счету И играть так же искренне, как играют дети То есть в другую жизнь В другую судьбу В другие ценности Потому что я себя искренне Вот это проигрываю Чью-то другую Я начинаю соотносить с собой Лично А насколько я вот этой сыгранной Соответствую Насколько я дотягиваюсь Или наоборот И как-то вот начинаешь на себя Через вот эту игру В другие пространства Смотреть на собственную душу А как научить человека Который не владеет предметом Это же ведь целое искусство Вы учите в ВУЗе 5-6 лет А здесь человек только пришел И он раз Актер вышел Говорить, звучать, дышать В конце концов по-другому Ну тут другие, конечно Ставишь как бы Другие планочки Но вот Какие-то азы Скажем Мы в этой жизни Очень как ни странно Вот выходим На публичное пространство Мы в жизни общаемся И общение идет С любым человеком Можете сами себя проверить На остановке в магазине Через глаза Конечно Как только мы попадаем В публичное пространство То есть на нас кто-то смотрит Глаза махом уходят Мы начинаем общаться С пузом С полом С потолком С чем угодно Вот Есть упражнения Которые как бы фиксируют У человека Потребность внутреннюю Говоря Смотреть в глаза И это Можно делать Пусть даже За полтора За два месяца Например Сложно их сейчас Ну это упражнение Особое Ну например Там я не знаю Упражнение Вот попробуй По дыханию То есть по трепету рук По изменению состояния глаз Почувствовать Вот чем дышит в этот момент Другой человек Вот как у него меняется Температура руки Как меня А для этого нужно Чувствоваться Как говорят Не поджаришь яичницу На холодной сковородке Да Вот Совершенно верно Говорите Эмоции Или Упражнение такое Когда заходят Вот на первое занятие Говоришь Ну вот опиши Вот его И вдруг кинулся Человек оказывается Он начинает Да я видел Ну высокие Это аж Во что одет А черт его знает А вот когда ты Внимательно встречаешь И смотришь человека И фиксируешь Вот тогда появляется Потребность смотреть На человека Вот фиксировать Как у него карманчики Как бейджик И так далее Как вот Леонид Федорович Ну правильно я понимаю Вернее конечно Я неправильно понимаю Но я должна вам возразить Можно ли Воспитать актера Из любого совершенно человека Нет Вот недавно Вот с помощью упражнений Нет Ушел великий человек Хейфиц Сразу тут Данелия Это вообще потеря Для искусства На мой взгляд Так вот у Хейфица Он опять же не новый Он где-то повторяет Но Это просто свежий Он говорит Красивую фразу Режиссуре нельзя научить Научиться можно Вот если научиться Ты захочешь Смотреть Научиться Понять Попробовать внутренним А что такое оценка Это Оценка На сцене Она немножко Отличается Чем в жизни Поэтому Тогда вот К этим Нескольким упражнениям Которыми Ты с ними Занимаешься Они начинают Бережно Относиться У нас С дикцией Не у всех Окончание Есть понятие Главное слово В каждой фразе А мы привыкли Протарахтеть Фразу И вот Когда начинаешь Анализировать С ними Что скрывается За фразой И чтобы Вот то Что скрывается Як сказать Мог Донести Вот тогда Рождается Тот главный Глагол Во фразе И этим занимаешься Скучно Нет Им это нравится Потому что Они пришли Вот Поговорить О своей душе И если угодно Ну порадовать Свою душу Новым знанием Новым откровением И С ними очень легко В этом году У меня просто Блестящая Вот лично Моя Группа Они настолько Все разные И настолько Все Я удивился Они настолько Все заинтересованы В друг друге Не в себе Прийти И высказать Какая я Ермолова Нереализованная Сара Бернар Нет Они заинтересованы В общении Это Простите Я перебью Интереснее Чем с актерами Молодыми Которым Надо получить Образование Это немножко Просто Другое Условие игры Другая жизнь Другие пространства Другие Предлагаемые обстоятельства Это Нельзя так говорить Это лучше Это хуже Это интереснее Это неинтереснее Это просто Другие С ними И интересно Мне интересно В аудитории В своей Мне интересно Со студентами И мне Очень интересно С ними Вот и все Почему именно Такой выбор Произведения Расскажите Я в этом году Взял Я говорил О душе О внутренней У Василия Макаровича Шукшина 90 лет В этом году Со дня рождения И на мой взгляд Это вот Тот Писатель Не потому Что он Наш земляк Но у него На самом деле Во-первых Ну я боюсь Каким-то брезгой Быть Но Телевидение Скажем Идет поток Гламура Определенно Где вот Смотришь фильм Иногда хочется Ну на самом деле Вот увидеть Как какая-то Ткачиха Или простой Крестьянин Душой мечется Ну только Чтобы он был Крестьянин А не человек В батнике У которого Глаза Врут Вот И у Василия Макарыча У него Вот простой Человек Мечется душой И В поисках Правды В поисках Самого себя В поисках Вот У меня Герой Этого произведения Которое мы делаем Он говорит Подходишь К этой ямке Придет время Посмотришь И задашь Себе Вопрос Задашь Себе вопросом А почему Ты не делал Те радости Которые ты мог Делать Все время Ждешь 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 от кого-то А ты сам Почему этих радостей Не делал Вот поэтому Мне Василий Макарович Близко Близок И мне показалось Что ребятам Он тоже Вот этим Именно Интересен Благодарю вас За беседу Ждем И встречи На премьере Она будет 18 апреля Да Я хотел бы сказать Журнал Автограф Он Двинул Пять лет Тому назад Просто Великолепную Идею Это Гениальная Идея Я вот Абсолютно Перед автографом Преклоняюсь Подписываюсь Вот этим я Благодарю вас Мы сегодня Беседовали с Леонидом Черкошининовым Главным режиссером Проекта Большая сцена Проектом Который Раздвигает Границы До встречи Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова